Друзья, приветствую! Это «Аргумент» на YouTube-канале «Униан». Не забывайте подписываться. Сегодня будет интересный разговор. Я это знаю, ведь наш гость сегодня Игорь Яковенко, российский журналист, социолог, общественный деятель. Игорь Александрович, здравствуйте. Очень вам всегда рады. Здравствуйте, взаимно. Игорь Александрович, ну, главное событие, конечно, этой недели — это террористический подрыв Каховской ГЭС. С этого я хочу начать, но у меня простой будет вопрос. И сложный одновременно. Он такой, знаете, человеческий. Что происходит в головах кремлёвских обитателей? Ну, нужно быть совершенно уже обезбашенными, согласитесь, да, чтобы пойти. Почему они пошли на это безумие, и это уже предел, или это безумие ещё может повториться в каком-то другом виде, более страшном, возможно? Ну, что касается голов кремлёвских обитателей, или точнее, давайте будем всё-таки точными. Речь идёт об одном обитателе. Ну, не всегда он в Кремле, иногда он там в других местах, но в любом случае понятно, что речь идёт о Путине. Дна там нет совсем, то есть вообще никакого. И если возникнет возможность без ущерба собственной безопасности уничтожить полностью, полностью уничтожить Украину со всеми её жителями, уничтожить Европу со всеми жителями, Соединённые Штаты, ну, практически весь мир, то Путин это сделает мгновенно. То есть там нет дна совсем. Это, по-моему, совершенно очевидно. Значит, что касается мотивов, то, в общем, понятно, что с момента, вот как изменилась ситуация, восприятие Путина с момента 24 февраля и по сегодняшнее время, ну, это видно по его заявлениям некоторым. Он, я сейчас их приведу конкретно, он, в общем, боится. Он понимает, что дело идёт. Вернее, скажем так, не понимает, а чувствует, что дело идёт. Он себе вряд ли признаётся в этом. Но в целом ситуация настолько резко изменилась, что он предпринимает какие-то шаги для того, чтобы ответить. Это ответ, это цель как-то остановить украинское наступление. Потому что он признал, что наступление идёт. И вообще, конечно, посмотреть заявление его сразу после 24 февраля, когда говорилось о том, что там цель деноцификация, денационализация и так далее, защита Донбасса. Ну, понятно, что произошло с Донбассом. Ну, в Герке, например, Бахмут. Значит, Бахмут, Мариуполь, другие города Донбасса понятно, как защитили. Что касается демилитаризации, то украинская армия сегодня точно самая, или там, ну, я не знаю, насчёт мира. Я думаю, что и в мире по боеспособности сегодня равной этой армии нет. И вооружена она сейчас лучше, чем большинство армии НАТО. Поэтому какая демилитаризация? Понятно, что результаты прямо противоположные. И Украина сегодня сплочена, и, я бы сказал так, украинизирована на порядок больше, чем до 24 февраля. Поэтому результаты прямо противоположные. Кроме всего прочего, до этого Путин говорил, что российская армия оснащена самым современным оружием, которое превосходит западные образцы. А сегодня вот только что он заявил о том, что, оказывается, у России не хватает современного оружия. То есть прямо противоположное заявление. Поэтому в головах этого человека руины, которые порождают, то есть разум его спит, надёжно и прочно, но основной разум рождает вот таких вот чудовищ, которые выползли, в частности, вот в результате взрыва Каховской ГЭС. Это попытки. Понимаете, на самом деле нет ничего нового. В своё время Гитлер устраивал подрывы гидроэлектростанции в 43-м году в Украине. В своё время Сталин, выходя из, кстати говоря, тоже из Украины, придерживался тактики выжженной земли и взорвал Днепрогресс. При этом точно так же пострадали в значительной степени советские солдаты, которые находились на территории Запорожской области. И они просто в массовом порядке утонули. Количество погибших военнослужащих Красной Армии, оно до сих пор не точно установлено, но это громадное число. Политика выжженной земли по отношению к украинской земле, которая оставлялась Сталином в процессе отступления Красной Армии, это была осознанная политика глубокой, целенаправленной и последовательной ненависти именно к Украине. Именно к Украине. Сталин ненавидел Украину лютой ненавистью, примерно так же её ненавидит и Путин. Но Путина больше оснований, прежде всего потому, что Сталин ненавидел Украину в значительной степени по идеологическим соображениям, а Путин её ненавидит физиологически, личностно, потому что Украина как раз и, в общем, на самом деле сегодня разбивает миф Путина, который лежал в основе его власти и фактически ликвидирует. То есть, на самом деле, об Украину сегодня разбивается не только путинский миф, но и вся многовековая, весь этот многовековой проект под названием «Россия». То есть, понятно, что Украина здесь, в общем-то, ни при чём, она просто как бы явилась тем, той стеной каменной, об которой разбился этот миф и этот проект. Но по факту это так. Поэтому Путин, объяснение, почему Путин поступил таким образом, оно связано именно с двумя вещами. Во-первых, это ответ на украинское наступление, и во-вторых, и в главных, это глубокая, фундаментальная ненависть к Украине, которая, на самом деле, и подвигла его к этой войне. То, что этот миф разрушается на наших глазах, похоже, понимают не все в мире. Я сейчас хочу поговорить о реакции мировой на этот теракт, на эту страшную катастрофу. Давайте начнём отдельно со СМИ. Это отдельная для меня история. Вы, ну, чего греха таить там, да? Вы мэтр журналистики. Вы создавали современную российскую журналистику. Вы знаете много о журналистских стандартах. И что мы вот видим сейчас, как работают зарубежные СМИ? В лучшем случае произошёл прорыв дамбы. Украина обвиняет Кремль. Москву, Кремль все обвинения отрицает. В худшем случае всё не так однозначно. Давайте поговорим о том, почему Украине могло быть тоже выгодно прорвать эту дамбу. Это говорят те СМИ, которые десятилетиями навязывают нам все мысли о том, что они создатели высоких журналистских стандартов и неукоснительно им всегда следует. Простите, но из Украины мы видим, что это не высокие стандарты. Это дно. Но вот объясните мне ваше мнение по этому поводу. Мне очень хотелось задать именно вам этот вопрос. Ну, я оставлю без комментариев оценки меня как создателя чего-то. Я с иронией отношусь к подобного рода. Ну, бог с ним. Я на больших текстах учился, Игорь Александрович. Это так, знаете, минутка лезть, извините. Понятно, да. Ну, дело не в этом. Дело в том, что, значит, если я создатель российской журналистики, то, значит, судя по тому, что она и сегодня представляет из себя, я думаю, что это скорее не комплимент. Ну, был у нее золотой период, да. Потом уже не вашими руками это все создавалось. Как в таких случаях говорят, я пытался. Ну, я действительно более 40 лет преподаю, и сегодня я вижу своих учеников, значит, как тех людей, которыми я горжусь, так и тех, за которых мне стыдно. Просто стыдно. Вот они иногда появляются в телевизоре. Я думаю, господи боже мой, да что же я тебе пятерку-то поставил в свое время. Вот. Ну, бог с ним. Это, что называется, о грустном. Теперь, что касается конкретных СМИ, которые... Вот вы не могли бы сказать точнее, о ком конкретно, кого конкретно вы... Мне так проще будет говорить. Ну, те же «Вашингтон-Пост». Я сейчас быстро... Их настолько много было бы... Понятно. Там история какая, понимаете. Кризис журналистики, как и кризис политики, он не носит только... Ну, в России он просто, он как бы усугубляется тем, что в фашистском режиме вообще никакой, не только свободы слова, но вообще журналистика как таковая, она может существовать только вот в порах общества. Знаете, как Марк говорил о евреях в порах польского общества тогдашнего. Вот они существуют в порах, вот в каких-то трещинках. И вот в России журналистика может существовать именно вот в каких-то трещинках общества. А так, в общем-то, ее, конечно, нет. Но кризис и в мировой журналистики происходит, так же, как кризис политики. Ну, это более-менее нормально. Это не первый, не второй, не десятый кризис журналистики. Она это переживала. И сегодня, да, действительно, есть определенная проблема. Проблема связана, во-первых, с тем, что, ну, скажем, вы назвали американские СМИ, да? Европейские тоже этим грешили. Европейские тоже, да. Но прежде всего американские. Американские СМИ больны отсутствием срединной линии. Потому что в них в большинстве, скажем так, вот трагедия «Нью-Йорк Таймс», которая раньше была, еще совсем недавно, еще 10 лет назад был в какой-то степени, ну, не скажу, эталоном, но, по крайней мере, да, пожалуй, что давала образцы серьезной аналитической журналистики. А сегодня это, откровенно, такой левацкий листок. С одной стороны, вот это вот поливение катастрофическое, значит, одних солидных СМИ, а с другой стороны, Такер Карлсон. Вот эта пропасть, которая мало чем заполнена. То есть, Такер Карлсон – это оголтелый, оголтелый совершенно, право радикальный. То есть, ну, на грани там нацизма, фашизма, трампизма, что, в общем-то, часто смыкается. С одной стороны, и он, кстати говоря, является большим сторонником того, что Украина… Там-то просто. Такер Карлсон прямо, он сейчас создал свое СМИ, будучи изгнанное из, значит, американского телеканала. И там он прямо говорит о том, что это Украина устроила все это. Сами себя взорвали. Значит, и с другой стороны, вот это вот левацкие медиа, которые… Это давняя традиция. На самом деле, в силу целого ряда обстоятельств, американское интеллектуальное сообщество, и не только американское, но и европейское, оно традиционно было левое. Несмотря на то, что в эпоху маккартизма были попытки, так сказать, бороться с этой левизной, то есть с огромными перехлестами, когда там и Чарльз Чаплин, и Эйнштейн попали под удары. Но, тем не менее, это оказалось неискоренимо. И на сегодняшний момент, когда величайшим мыслителем называют Нуама Холмского, который является просто борцом против американского государства, и пытается, так сказать, торпедировать его, и является сторонником террористов, сторонником в том числе и России, вот это показатель. Поэтому, вот, к сожалению, эта болезнь, она оказалась достаточно устойчивой. Сегодня это проблема. Но, тем не менее, я бы сказал так, она… Вы знаете, вот, из того, что я наблюдаю, происходит какая-то очень странная история. Да, действительно, вот эти вот американские и европейские СМИ, они зачастую болеют. Вот этой, как говорил Никночев, будет помянут, Владимир Ильич, детской болезни левизны. Но, тем не менее, вот это все как-то не оказывает воздействия на политиков. Обратите внимание, значит, ведущие американские СМИ страдают вот такими заболеваниями, а политика, Конгресс имеет абсолютно консолидированную позицию поддержки Украины. Вот такой парадокс. Ну, реакция мировых лидеров, если честно, нас тоже ранила очень сильно на этой неделе. Она не самая яркая, будем откровенны, я бы даже сказал, беззубая. А все эти попытки создать Следственный комитет, даже привет Эрдогану, ну, это вообще просто шокирует. Одну секундочку, одну секундочку. Давайте все-таки разделять, там, не то что мухи и котлеты, а разделять откровенных манипуляторов. А Эрдоган – откровенный манипулятор, здесь вопросов нет. В чем принципиальная разница идеи Эрдогана и той идеи, которую, скажем, американцы предлагают? Они не предлагают, они делают. Они создали расследовательский центр из числа силами спецслужб, своих спецслужб. Эрдоган предлагает чудовищные вещи. Он предлагает международную комиссию, которая должна включить в себя и Россию. То есть он предлагает очевидному, не то что подозреваемому, а прямому преступнику, очевидному, он предлагает войти в состав этой комиссии. То есть, на самом деле, по сути дела, предложение Эрдогана означает уничтожение. То есть, понятно, что «пусти козла в огород», если российские представители окажутся в составе этой комиссии, то она, деятельность ее будет парализована. Мы прекрасно знаем, как умеет парализовывать. Ну, помимо всего прочего, если они будут допущены к матчасти, они просто уничтожат улики. Они просто уничтожат. Поэтому предложение Эрдогана, оно чудовищное. Просто чудовищное. Американцы действуют проще. Они создали свою расследовательскую группу силами специалистов спецслужб. И, в общем, я не могу сказать, что это что-то ужасное. Потому что, понимаете, я знаю, что и Украина создала свое, ведет свое расследование. И, ну, скажем так, заявить с самого начала, что это... Это, ну, вот я, как публицист, имею полное право с самого начала заявить, что это дело России. Почему? Во-первых, репутация. Во-вторых, интересы. И, в-третьих, ну, здравый смысл и логика. Понятно, что дамбу невозможно разрушить извне. То есть никакие средства поражения украинские не в состоянии. Ну, об этом говорят все технические специалисты. Это не опровергается. А возможности совершить какой-то диверсионный акт, значит, забраться изнутри в машинный зал у украинских военных явно не было. Да и мотивов не было. Поэтому вот моя публицистическая оценка, она была сразу. Виновата российская сторона. По определению. Виновата хотя бы потому, что Каковская ГЭКС находилась под контролем оккупантов. Точка. Но для суда ведь есть разница между публицистикой и государственной политикой. В частности, они же хотят это все. Они что хотят? Они хотят это сделать одним из важных эпизодов международного трибунала. И для этого нужны факты. Для этого нужно расследование. Поэтому я бы здесь не стал вот так жестко критиковать, скажем, американских коллег. Другое дело, вот в чем вы абсолютно правы, и, кстати говоря, в чем Зеленский абсолютно прав, это вялая реакция Организации Объединенных Наций и Красного Креста. Вот это вот сущее безобразие. Вот это сущее. Ну, собственно говоря, я думаю, что об Организации Объединенных Наций надо, так сказать, ничего не говорить, а надо просто помолчать и, что называется, не чокаясь. Потому что эта Организация в достаточной степени прошлая. То есть, на самом деле, она по инерции еще существует. На самом деле, она уже мертва. Она существует как некая площадка для обмена мнениями. Но никакой функции мировой безопасности международной она не выполняет. Это очевидно. Так что здесь вот, ну, можно только, ну, просто согласиться с вами и с Зеленским, скажем так. Это как в «Игре престола» вспомнилось. То, что мертво умереть не может. Право Организации Объединенных Наций. Мировые лидеры. Вы правильно меня, конечно, остужаете, но поймите, когда беда в твоем горе, нам даже вот эти заявления в первые дни о том, что нужно провести всесторонние расследования. Для нас это выглядит как попытка замалчивания очередного. Уже много трагедий, которые принесла Россия в Украину, были замолчены, согласитесь. И мы это немного с обидой воспринимаем. Вы нас тоже поймите. Возможно, вот эта вот вся надводная дипломатия, да, она такая. А есть еще, смотрите, подводная какая-то, кулуарная. Ну, может, мировые лидеры уже сегодня принимают такие решения, о которых на пресс-конференциях не скажешь. Мы видим, после трагедии Каховской уже была встреча Байдена и Сунака. Киев посетил Джастин Трюдо. Как вы думаете, какие решения они сейчас принимают? Ну, здесь загадывать вперед довольно сложно. Я думаю, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и вот эта встреча Байдена и Сунака – это все звенья одной цепи. Я думаю, что близится такое твердое решение сделать Украину, конечно, Украину. Вот на ближайшей неделе будет саммит НАТО в Вильнюсе. Я думаю, что голосования о приеме в НАТО Украины не будет. Это более-менее очевидно. Ждать этого нецелесообразно. Но будет, скорее всего, либо принято, либо подготовлено к принятию решения о присвоении Украине статуса… Я не помню точно, как это называется по-английски. Но там смысл такой, что это партнер НАТО, который, по сути дела, там все дается члену НАТО, кроме пятой статьи. Вот кроме пятой статьи устава НАТО, ну, то есть, как бы, американцы и другие страны-члены НАТО, они по-прежнему не хотят умирать за Украину. Просто лично посылать своих граждан на смерть для защиты Украины. Этого не будет, это очевидно. Но все остальное будет. То есть, на самом деле, НАТО встает полностью на защиту Украины всей своей мощью. И я думаю, что одно из главных вещей, помимо оружия, которое будет даваться, я думаю, что в значительно больших масштабах и в большей степени, ну, по номенклатуре, там будут определенные сдвиги. Там уже F-16, я думаю, что не последние дальнобойные ракеты. Ну, и у меня представляется очень важный, хотя на сегодняшний момент крайне спорный вопрос. Для меня-то он бесспорный, а вот для западных партнеров спорный. Это необходимость переноса войны на территорию России. Я думаю, что то, что с самого начала было, выглядело просто как какой-то святотас, ну, как это можно, значит, вот. А сегодня, мне кажется, это уже просто здравый смысл, что невозможно вести войну, не перенося ее на территорию России. Я думаю, что это правильно, логично, иначе войну не закончить. То есть, понятно, что должно быть, должны быть, должна, во-первых, быть создана буферная зона. Война не прекратится до тех пор, пока не будет уничтожен путинский режим. И даже отброшенный на границу 1991 года режим путинский будет продолжать воевать. Просто линия фронта составит 2500 километров. Это, ну, с моей точки зрения, неизбежно. Путин не может прекратить войну, просто такой вовсе нет. Она может, как бы, перейти в такой затяжной позиционный характер, но прекращения войны не будет. Нужно либо уничтожение путинского режима, то есть, это может произойти в результате смуты, некоторые признаки, которые мы уже наблюдаем. И второе – это создание буферной зоны. То есть, вот пять областей, которые граничат, российских областей, которые граничат с Украиной, там, вполне возможно, они могут быть освобождены от путинского режима силами, прежде всего, существенно укрепленных, усиленных, разросшихся добровольческих батальонов, состоящих из граждан Российской Федерации, перешедших на сторону Украины. Это большой, серьезный проект, который, в принципе, насколько я понимаю, как-то обсуждается в вялотекущем режиме, но мне представляется, что воля стран-членов НАТО на то, что Украина имеет полное право наносить удары по территории страны-агрессора, мне кажется, это уже сейчас высказывается целым рядом западных политиков. Ну, пока осторожно, половинчато, там, Писториус, министр обороны ФРГ, сказал, что он имеет право наносить удары по военным объектам. Один из видных конгрессменов США от штата Нью-Йорк заявил о том, что почему нет, почему украинские войска не имеют право заходить на российскую территорию, а как же так, а как иначе войну вести. То есть, это абсолютно здравая мысль, ну, это просто дважды два четыре. Ну, как можно было победить фашистский рейх, не заходя на его территорию, да? Вот надо было остановиться на границах фашистского рейха. Ну, подскажите это в 44-м году, значит, англичанам и американцам. Подскажите это Сталину, там, тоже в том же самом 44-м году. Это же безумие. Это невозможно совершенно. Давайте остановимся, скажем, ну, все, Гитлер, дальше твое дело, как хочешь, так и живи. А мы вот остановились на границах Германии до, так сказать, там, 39-го года, да? До сентября. И все, и дальше не пойдем. Ну, как это так? Ситуация же точно такая же. Путин, как и Гитлер, не прекратит войну, если оставить его в покое. Эту гадину надо бить в его логове. Понятно, что НАТО не готово этим заниматься самостоятельно. Понятно, что Украина это не будет делать. Значит, это должны делать россияне. Но им надо немножко помочь. Ну, они уже зашли в Белгородскую область. Это начало вот этого процесса, как вы думаете? Скажем так, это начало... Разрешат нам, да. Наверное, лучше, чтобы нам просто дали дальнобойное вооружение и разрешили им бить по Российской Федерации. Одно другого. Я не вижу здесь... Нам не хочется, чтобы наши ребята еще и в Москве погибали, освобождая россиян. Одну секундочку. Значит, смотрите. Во-первых, здесь нет значка дизъюнкса, здесь конъюнкса. То есть нет значка или, здесь и. И то, и другое. Значит, что касается того, что там ВСУ колонны пойдет на Москву. Нет, этого, конечно, не будет. И никто этого не допустит. И никому это не надо. Речь о другом. Речь о... Понимаете, здесь такая немножко более комплексная история. Еще раз. Я не случайно сказал, что в России нарастает смута. Тяжелое военное поражение от украинской армии, которое... Да, оно может быть не сразу. Оно может... Вот здесь шапка закидательства и вот такие завышенные ожидания. Все-таки полгода шло вот это нарастание, постоянно вот этот нарратив, что вот-вот-вот украинское наступление, вот одно, одно могучее, единым порывом, так сказать, будет сметен путинский агрессор. Да нет, этого не будет. Это будет, скорее всего, затяжная история. Возможно, это наступление будет не одно. Возможно, оно будет сопровождаться там попытками контрнаступления со стороны российской армии. Возможно. Мы живем в вероятностном мире, и война – это не, так сказать, компьютерная игра, в которой, значит, очень легко победить, и есть масса запасных жизней. Это, ну, совсем другая история. Поэтому, но, тем не менее, вот, например, деоккупация Крыма – это будет мощнейший удар по, не только, ну, скажем так, даже не в военном отношении, а в психологическом. Ну, это будет слом. Потому что для… Вот сегодня уже нарастают настроения, и в российской элите, так называемой, ну, скажем так, в российской верхушке, точнее, и в российской армии мы слышим, что происходит. Мы слышим выступление Затулина, который говорит, что мы не достигли никаких целей этой войны, и вообще зачем это надо было начинать. Мы слышим заявление Симоньян, которое говорит о том, что надо проводить новые референдумы на спорных территориях. Это какие же спорные территории? Те, которые в Конституции России признаны российскими. Мы слышим Пригожина, который говорит, что вообще полная фигня, какой дурак начал эту войну. Значит, и тут же говорит о счастливом дедушке, который, на самом деле, конченый чудак на буквы «Н». Правда, сразу говорит, что он имел в виду Герасимова, но все понимают, о ком идет речь. То есть это смута, это нарастающая смута. И в момент, когда будут первые же успехи серьезной украинской армии, переведут эту смуту в другое состояние. Возникнет массовое настроение, которое уже есть, что царь ненастоящий. Что была совершена чудовищная ошибка 24 февраля, это понимают сейчас все. Вот все понимают. Ну, некоторые делают вид, что нет, некоторые говорят о том, что нет, это надо было делать просто раньше, и надо было там атомную бомбу кидать сразу для начала. Это понятно. Есть такие люди, которые усиленно прикидываются сумасшедшими, такие как Соловьев, которые так старательно прикидываются сумасшедшими, что стали им, вжились в образ уже. И маска уже неотделима от лица. Но основная масса людей все-таки думает иначе. В том числе и в руководстве страны, в том числе, а особенно в армии, в нашей армии генералы были с самого начала против этой войны. Просто это было, это хорошо было известно по выступлению генерала-полковника Ивашова, который, это один из очень увесистых генералов генштаба в прошлом, так сказать, человек, который я просто... Это жуткий мракобес, вообще там пробы ставить негде. Я просто хорошо его знаю, поскольку мы долгие годы преподавали в одном вузе, и он постоянно, так сказать, резал на защите диссертации моих учеников. Мерзавец кончен, но профи. И поэтому военный, как военный профи. И поэтому он выражал интересы генштаба, безусловно, против этой войны. А сегодня, когда в результате получилось то, что получилось, конечно, настроение царя не настоящее, они будут сначала полностью, так сказать, вот в такой непубличной политике будут доминировать, то есть в курилках и во всяких, так сказать, частных переговорах, а потом это все вырвется наружу. И это будет смута. И вот в момент этой смуты, я к чему веду? Вот в момент этой смуты, значит, если к тому времени удастся создать, ну, не те две роты условные, которые сегодня представляют собой вот эти добровольческие объединения, ну, скажем, хотя бы бригаду, а лучше, конечно, чтобы это была русская освободительная армия или русская добровольческая армия, а это можно сделать. То есть на самом деле это вопрос взаимодействия украинского руководства с той частью российской оппозиции, которая настроена решительно. Такие люди есть. Есть люди, которые, ну, я по понятным причинам, когда тебе сильно-сильно уже идет восьмой десяток, то вряд ли можно говорить о том, что я готов там держать в руках оружие. Но есть молодые, сравнительно молодые люди, люди средних лет среди российской оппозиции, не только, просто среди россиян, которые ненавидят пульсинский режим, которые в состоянии вступить вот в эту русскую добровольческую армию. Если будет создан штаб, будет создана логистика, будет создан плацдарм, может быть, в Белгородской области, может быть, может быть, в Украине, но не важно. Важно то, что такая возможность есть. И это, мне кажется, сегодня один из магистральных путей, как можно помочь Украине. Мне кажется, это важно. Тогда будем ждать действительно решения Запада по разрешению нам поделиться вооружением, полученным от наших западных партнеров, с РДК, с Легионом Свободы России. Они, кстати, же набирают очень активно сейчас людей. У них очень большая такая пропагандистская идет работа. Машина там уже запущена в этом направлении. И плюс, они же недавно записали обращение к жителям Крыма. И призвали добровольцев Крыма тоже записываться в их ряды для диверсионной работы на самом полуострове. То есть, ну, эта машина, судя по всему, набирает обороты. И вообще, когда они, помните, у них было два, две вылазки, два пробных рейда, так называемых. Ну, казалось, что это просто, знаете, тактика мелких порезов, понервировать, ну, внести какое-то, поднять градус в обществе российском, но они уже несколько недель ходят по Белгородской области. И выходить они пока оттуда не собираются. Что думает власть Российской Федерации сейчас? Почему такое попустительство? Фактически у них несколько недель на территории Российской Федерации есть серая зона, которую они не контролируют. Ну, казалось бы, это же удар под дых Путину, как политику. Реакции нет, 300 студентиков туда отправили, и все. А он ничего не может сделать. Дело в том, что... Это уже тоже признак СМУ-ТЭП, да? Это, на самом деле, здесь, ну, если говорить о военной составляющей всей этой истории, то единственным ответом на подобного рода ситуацию было бы снятие с фронта какой-то значительной группировки, и отправка в Белгородскую область. Но сделать это, это подарок украинскому наступлению. То есть это очевидно. Значит, а что касается того, что происходит в Белгородской области в целом, это и постоянные обстрелы Шебекина, причем с российской стороны, это и беженцы, это и то, что действительно Россия, не только Путин, но и глава Белгородской области Голодков, они не могут, они не контролируют просто область. И в этой связи у меня такой немножко более общий вопрос. А вы задавались таким вопросом, а что вообще контролирует Путин? Вот что Путин в России контролирует? Я не говорю сейчас там, в других странах там уже практически ничего. А вот в России что он контролирует? Давайте попробуем перечислить, что мы знаем точно он контролирует. Он контролирует наградную отделку, он может награждать орденами, медалями, кого хочет. Контролирует. Что еще он контролирует? Он контролирует Пескова, скорее всего, своего пресс-секретаря. Но это уже не точно. То есть там уже вопрос. Он контролирует Шойгу, это 100%. Вот лично Шойгу он контролирует, но он уже не контролирует армию. И то, что происходит вообще в силовых структурах, он не контролирует. Понимаете, когда некое, не очень большое и очень наглое бандформированием под руководством старого уголовника захватывает в плен целого комбрига, значит, захватывает в плен, долгое время удерживает, избивает его, ломает ему нос. Значит, после этого этот комбриг, комбрига просто вышвыривает на помойку. И он, отряхнувшись, отмывшись, записывает обращение, где ябедничает американскому видеохостингу Ютубу. Просто жалуется, плачется, что его долгие месяцы обижали, вот эти вот вагнеровцы, и его бригаду, бригада, это на минуточку полностью укомплектованная бригада, это 4 тысячи бойцов с бронетехникой. Ну, я не уверен, что там есть авиация, а может быть, но с бронетехникой точно. И вот эту бригаду обижали вагнеровцы, похищали военнослужащих, пытали их, насиловали. Один там повесился, значит, крали у них бронетехнику. И вы знаете, в результате всей этой, в конце этой всей своей плаксивой ябеды Ютубу, этот боевой подполковник сказал о том, какие мир он принял. А мы все это документировали. Молодцы. Понимаете, вот он регулярно записывал, такого-то числа похищен и изнасиловал мой боец, точка. Значит, следующее, такого-то числа похищен танк вагнеровцами, точка. Понимаете, вот эта реакция. Это что за армия? И как ее контролирует Путин? Значит, Путин не контролирует. Не вооруженные силы России, не состояние силовиков, когда там кадыровцы наезжают на пригожинцев, пригожин там на кадыровцев и так далее. Путин не контролирует в России на сегодняшний момент ничего, кроме очи. Его зона контроля над процессами в России сократилась, как шагренивая кожа. Вот она сейчас фрагментарна. Вот наградной отдел, вот там. В телевизоре он мало чего контролирует, если посмотреть, что там происходит. Там уже много интересных вещей проявляется, времени нет рассказывать. Там уже в программе у Норкина на НТВ делается открытое заявление, что вообще для того, чтобы нормально существовала Россия, надо сменить президента. Путин Путин. Да, сменить Путин, надо выбрать другого президента. И это на одном из главных пропагандистских каналов и так далее. То есть на самом деле Путин, что называется, нет у Путина методов против украинской армии и против того, что происходит сегодня в мире. Да, остатки каких-то ресурсов, вот он устроил вот эту катастрофу в Херсонской области. Ну и в целом, что происходит в Херсонской области, он в целом не только для Украины, это катастрофа для всего Черноморья, включая там и Турцию, и Болгарию, и Грецию, и другие страны, где хоть как-то эта вода со всей гадостью, которая была смыта этой плотиной, попала. Это очень долгая история, я уж не говорю о той гуманитарной катастрофе, которая в Украине, только в Херсонской области поднялась. Но вот это он может сделать, нагадить может, изменить что-то нет. На самом деле, я еще раз говорю, я думаю, что в результате вот этого решения 24 февраля прошлого года, Путин очень сильно ускорил завершение большого исторического проекта под названием «Россия». Возможно, мы будем сверить, хотя это долгая история может быть, империи такого масштаба, они умирают долго, в конвульсиях бьются долго, но я не исключаю, что мы увидим завершение этой истории. Ну, возможно, те же РДК и Легион Свобода России ускорят этот процесс, да? Вам не кажется странным, что у них сейчас нет политического крыла? Вот вся эта российская оппозиция, которая сидит за рубежом, ну как-то со стороны не видно, чтобы они кидались им в помощь. Чтобы помогали с той же логистикой, которой вы говорите, которая важна, да? С там сбором, ну там масса вещей, которые были бы в помощь этим ребятам. Мне представляется, что это одна из главных проблем сегодня, потому что, ну понятно, что, так сказать, РДК и Легион Свобода России, все это здорово, но они маленькие и у них пока, так сказать, вот тенденции большого взрывного роста, по-моему, пока нет. Помимо этого, видите, там же много чего еще есть. Там есть еще, значит, полк, белорусский полк, значит, довольно, значительно более многоденческий. Да, 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 Калиновского. И там, кстати говоря, прошел первый виртуальный контакт с Тихановской. Правда, не очень успешный, то есть там какая-то пропасть обнаружена в подходах между штабом Тихановской и бойцами, кажется, вся Калиновского. Но, тем не менее, первый контакт состоялся. Это очень, это внушает такой осторожный-осторожный оптимизм. Потому что, действительно, тут, понимаете, какая проблема? Дело в том, что вот как раз в этом осторожном первом контакте штаба Тихановской с бойцами полка Кастуся-Калиновского произошло, так сказать, несовпадение представления о том роли, который должна играть вот эта вот эмигрантская часть оппозиции в соотношении с теми людьми, которые жертвуют своими жизнями сейчас в составе украинской армии. Вот они, Тихановская пригласила их в Вильнюс или в Варшаву. На что бойцы полка Калиновского с удивлением сказали, вы знаете, да нам проще бахнуть заехать. То есть представить себе, что бойцы полка Кастуся-Калиновского поедут в Вильнюс разговоры разговаривать, ну, довольно сложно, да, то есть это, ну, другая, это другая психология, другая жизненная ситуация. Вот это непонимание того, в какой ситуации находятся люди, которые жизнью своей рискуют сейчас, оно, мне кажется, проблемой. И самая главная проблема здесь, как мне кажется, это то, что вот тот же самый штаб Тихановской, он исходил из попытки, ну, что ли, политически возглавить полка Кастуся-Калиновского. На что бойцы этого полка с удивлением просто на них посмотрели. Это чего вы? Вы нам будете рассказывать, как нам жить? Значит, что называется, лучше помогите материально. Вот. И здесь та же самая ситуация, понимаете. Вот я с интересом очень наблюдал за тем, что происходило в Брюсселе на минувшей неделе, когда собрались практически все, ну, потом представители команды Навального, там были все видные представители российской оппозиции. В диапазоне там от Ходорговского, Каспарова до, значит, там, Вегина и других людей. И, в общем-то, исходя из тех слов, которые там звучали, я понял, что пока вот эта, так сказать, оппозиция, вот этот смотр российской оппозиции, а точнее российских противников путинского режима, они не готовы к тому, чтобы стать, я бы сказал, неполитическим крылом. Я тоже сначала говорил вот этот термин, как вы, политическое крыло. Но мне вот сегодня ближе другое понятие. Это некий интендантский штаб. И, я бы сказал, рекрутинговый штаб. То есть их задача не политическая. То есть у них, мне кажется, три задачи. Это, во-первых, создать штаб по обеспечению вот тех бойцов не только русского добровольческого корпуса, не только легиона свободной России. Там достаточно много ячеек, куда можно помогать. Там воюют и башкирские какие-то подразделения, граждане России тоже. Там воюют и чеченцы, кстати говоря, которые являются таким вот боевым крылом правительства Чеченской республики Ищкерия под руководством Закаева. Вот там много чего воюют. И, в принципе, вот стать интендантским штабом для этих людей, обеспечивая их деньгами, ну, всем, что необходимо. То есть войти с ними в контакт и понять, что им надо. И второе – это создать вот такую вот большую рекрутинговую компанию по набору людей. Потому что, конечно, самих возможностей у РДК и регионов свободной России их недостаточно. Но цель, я думаю, что если такие люди, как, скажем, Гарри Каспаров, Марк Фейгин, Михаил Ходорсков, и поставили бы себе цель создать русскую добровольческую армию, то у них на это ресурсов бы хватило. В том числе, извините меня, и материально. Вот просто создать русскую добровольческую армию, или там русскую освободительную армию, если брать исторические аналоги. Вот отказываясь от всяких идеологических, исторических аналогий, ну, взять вот именно русскую освободительную армию. И это, ну, вот тогда это может быть уже серьезный поворот. Потому что просто вытеснить, так сказать, путинские оккупационные войска за пределы границы 1991 года – это не тождественно прекращению войны. Война будет продолжена после этого. Вот все-таки, согласитесь, это очень странно, что они не понимают, что это их реальный шанс. Вот эти добровольцы, да, сейчас Белгородского – это, возможно, даже их единственный шанс. Хорошо, вот сидят они в Брюсселе, переписывают Конституцию. Наверное, это нужно делать, подготовительную работу. Ничего не скажу, не поддерживаю Невзорова, который сказал, что это трудотерапия и съезд крыш народных депутатов. Пошутил так. Но у их же планов есть один недостаток только. Они напишут прекрасные, грандиозные планы по переустройству и переоборудованию России. Как они к власти придут? Каким образом? Кто их приведет к этой власти? Волшебники? Они… Такое ощущение, что они на волшебниках. Просто вообще это будет и все. А здесь есть реальные ребята. И вот они выпускают этот шанс. Вы знаете, я на эту тему несколько стримов сделал, несколько видео сделал. И вот я выступая, скажем, недавно на радио «Свобода», я примерно такие же мысли высказывал. И мне очень жестко начали оппонировать, в том числе и ведущий, значит, Михаил Соколов и один из известных российских оппозиционных публицистов, значит, Морозов. И сказали, ну, это да, конечно, это хорошо, вот они там воюют, это здорово, надо, конечно, надо им помогать. Но это же не единственная задача. Вот у нас есть масса других задач. Вот есть феминистское движение, которое тоже оппозиционно Путину. Есть, значит, там защита прав человека. И нельзя же все свести только к этому, понимаете? Ну, здесь, понимаете, это же, это говорит не просто там какой-то школьник или неразумный, неразумный человек без там образования. Это говорит, в общем-то, образованный человек, сейчас он преподает в Карловом университете. Вот. Профессор, насколько я понимаю, Карлов университета. И непонимание того, что во всем есть приоритеты. Вот есть приоритеты, понимаете? Если у вас горит дом, то надо тушить пожар. И о культуре речи в это время не думают. Да, и надо спасать, спасать все живое. Надо выносить детей, надо спасать кошку, собаку, бабушку. Уж в какой последовательности, это вопрос вашего сердца. Но надо тушить дом и спасать людей. Спасать все живое. Ну, а во вторую очередь, надо спасать документы. Но тушить дом надо. А здесь говорится о том, что в этот момент, ну, кто же в этот момент запрещает музицировать? Ну, давайте музицируйте. Ну, дом-то сгорит. И все, что там находится, сгорит. Для кого вы будете дальше музицировать? И захотите ли вы музицировать после того, как у вас сгорит дом со всеми обитателями? Ну, вот, и люди этого не понимают. Они по-прежнему говорят, что надо заниматься, значит, гражданскими инцентивами, поддерживать гражданское общество в России. Какое? К чертовой матери поддержка гражданского общества. Фашизм на дворе. Вас всех уже пересажали там. И пересажают еще. Вы будете поддерживать гражданское общество в России. Да, это очень благородная задача, но приоритеты надо расставить. Режим надо этот скидывать. Понимаете? Вот. И это совершенно... А причина, я могу сказать, это нежелание выйти из зоны комфорта. Нежелание выйти... Война – это очень некомфортная история. Я могу вам сказать, что для меня то, что я сейчас делаю, – это крайне некомфортное состояние. Я бы с огромным удовольствием сейчас занимался какой-то аналитикой. Значит, у меня масса планов, которые разрушила война. Масса планов. Вот. И я бы с удовольствием сидел среди своих книг и писал бы какие-то статьи аналитические, книжки бы писал. Снимал бы фильмы. Это то, что мне нравится. Но сейчас этого нельзя делать просто. На это время, на это жизнь свою тратить нельзя. Люди этого не понимают, потому что им хочется оставаться в зоне комфорта. Вот и все. И причина в этом... Причина в том, что, так сказать, люди не хотят понять, что война убила всю прошлую жизнь. Она ее просто убила. И нужно исходить из того, что этот фашистский режим – это угроза жизни всему живому на земле. Его надо уничтожить. И исходя из этого строить приоритеты. Ну, этим они ставят, скорее всего, крест на себе. Нужно понимать, что пока они сидят в своих зонах комфорта, новое освободительное движение, оно и новых героев принесет для народа. И именно они, эти герои, будут политиками будущего. Игорь Александрович, вам огромное спасибо, что вы выходите из своей зоны комфорта. Регулярно с нами общайтесь. Вы очень большое дело делаете. Мы в Украине это видим. Спасибо вам огромное. Спасибо, что позвали. Удачи вам. Игорь Яковенко, российский журналист, социолог и общественный деятель. Сегодня был нашим гостем. Спасибо, что смотрели. Субтитры подогнал «Симон»